Вокруг интуиции Мы знаем, что верно для нас. Мы знаем, врет человек или говорит правду. Мы знаем, какая работа для нас подходит, а какая токсична. Мы знаем, с кем нам правда будет хорошо, а с кем просто очень хочется верить, что будет хорошо. Когда интуиция не сработала, это когда мы не поверили стрелке компаса, решили, что она глючит и пошли в другую сторону. В другую сторону от себя. Интуиция Интуиция — это умение доверять. Единственный способ развивать интуицию — это развивать безграничное, бескрайнее доверие к себе. Это правда непросто. Если вы много раз отмахивались от внутреннего голоса, он говорит все тише и тише. Вам придется подружиться заново, а это занимает время. Итак, мы разобрались, что интуиция — это всего лишь умение доверять стрелке внутреннего компаса. Значит, теперь нам нужно тренироваться ее замечать. Не добивайтесь от себя результата, не пытайтесь натужно угадать. Наша задача — только экспериментировать, выбирая по внутреннему отклику и отмечать, что происходит в итоге. Вам звонят с незнакомого номера. Возьмите три секунды, чтобы прислушаться к себе. Это по делу или спам? Потом отметьте, как ощущается по делу, а как спам. Вы закрыли ноутбук и ушли на обед. К концу обеда прислушайтесь к себе. Есть ли в почте какие-то письма, требующие внимания? Отметьте, как ощущалось, когда есть важные письма, а когда так. Попробуйте выбрать блюдо в ресторане внутренним откликом. Не расспрашивайте официанта или знающих людей. Просто прислушайтесь к себе, когда читаете меню. И закажите то блюдо, которое первым зацепит ваш взгляд. И, наверное, самое главное — доверяйте себе так, как доберяли бы самому близкому человеку. И тогда интуиция станет вашим лучшим помощником. Субтитры создавал DimaTorzok